Музей Нестерова Со второй половины XIV века Москва действительно начинает возвышаться. Это будущая столица Древней Руси, город, который начал расцветать с момента княжения Ивана Калиты, и настоящий расцвет приходится на период правления Ивана III. Город Москва с разных точек зрения был поистине таким выгодным городом для столицы, потому что она находилась на пересечении торговых дорог, то есть с экономической точки зрения. И напомню, что именно здесь, в Москве, была основана Троица Сергиевская лавра, которую возглавлял Сергий Радонежский, который вдохновил Дмитрия Донского на Куликовскую битву и предрек ей вот это успешное разрешение. И надо сказать, что этот факт, Куликовская битва, хотя она не была самой главной битвой в этом процессе высвобождения Древней Руси от татар-монгольского ига, она все-таки внушила веру в то, что их можно победить. Ведь главное поверить, и постепенно Русь освобождалась от этого тяжелого бремени, и Москва возглавила вот это постепенное объединение русских земель. Поэтому сегодня мы как раз начнем разговор уже об искусстве раннемосковском. Действительно, здесь, в этом городе, начинает постепенно складываться своя архитектурная традиция и иконописная. И вот как раз тот храм, который мы видим сейчас на экране, это Спасский собор Андроникова монастыря, уже представляет собой такой сложившийся, узнаваемый образ московского храма. Ну, первое, что бросается в глаза, это кленовидные такие закомар-обманки, которые получили название кокошники. Они выстраиваются в целый венец и приподнимают барабан ввысь, и тем самым сам купол. И в целом весь храм приобретает вот это устремленное вверх перемедальное очертание. Это станет характерной чертой именно московского зодчества. Также, вашему вниманию, я хочу показать несколько икон, которые писали здесь, в Москве. Вообще, сама традиция московская, она сложилась на соединении византийских традиций и Владимира Суздальских. Это икона Спаса Яра Ока, который в своей истории уходит в византийскую традицию. Это образ сурового бога, который внушает страх и трепет внутренний у верующего человека. Также здесь, вашему вниманию, я представляю икону, где мы видим изображение первых русских святых. Это Борис и Глеб. Я напомню, что когда умер князь Владимир, который крестил Русь, среди сыновей у них началась борьба за власть. И вот его незаконно рожденный сын Святополк, он убил Бориса и Глеба еще со всех юных князей. И это вызвало в народном сознании негодование, потому что Борис и Глеб, они были, во-первых, юными, во-вторых, они были рождены в христианском браке. И впоследствии они были канонизированы, стали первыми очень почитаемыми русскими святыми. Эта икона, она называется икона Житием. Мы видим, что в центральной части, в ковчеге, небольшом углублении на доске, изображение самих святых Бориса и Глеба. А вот по краям мы видим небольшие изображения, которые получили название клейма. И в этих клеймах основные эпизоды жития Бориса и Глеба. Также житийная икона Архангела Михаила, тоже выстроенная по такой же композиции. Такие иконы писались для князей, которые молились к святым, именем которого они сами получили крещение. И именно в Москве, в XV веке, в церкви Благовещенской, в Москве появляется высокий иконостас. Это алтарная преграда, которая разделяет алтарную часть от основной части храма. И символизирует границу между божественным миром и земным. И вот именно такой формы, высокий иконостас, складывается именно в Москве, в Благовещенской церкви, которую, кстати, расписывали Феофан Грек и Андрей Рублев. И мне кажется, как раз здесь очень хороший повод сказать несколько слов об иконостасе. Вообще, в ней заложена в этой преграде идея границы между божественным и земным миром. Но в то же время перед нами предстают образы святых, которые словно бы повернулись к человеку. Весь божественный мир, обращенный к человеку. И вот эта форма, она складывается здесь. И я хотела бы вкратце как раз рассказать, какие ряды в этом иконостасе называются. Нужно сказать, что христианское средневековое искусство, оно каноническое. Поэтому вот эта выстроенность иконостаса, она устойчивая. И в любой церкви сегодня вы можете, зайдя туда внутрь, посмотреть и проверить, что вот эта вот система иконостаса, она сохраняется. Самый нижний ряд, он называется местный чин. В самом центре мы видим царские врата. И царские врата украшаются, как правило, сюжетом Благовещения. Это явление Архангела Гаврила Марии. А также изображение четырех евангелистов. Вот помещаются на двери царских врат. Справа мы видим образ Спасителя, слева образ Богородицы. И вот как раз справа рядом с иконой Спасителя можно увидеть икону, которая изображает либо святого, либо сюжет, в честь которого освящен этот храм. Ну, элементарно. Если вы заходите в храм и не знаете, как он называется, посмотрите на вторую икону справа от Спасителя. И вы поймете. Вот здесь, в этом иконостасе, мы видим изображение сюжета Благовещения. Это говорит о том, что это Благовещенский собор, освященный в честь вот этого события Благовещения. Также мы видим в этом местном чине, нижнем ярусе, двери в диаконик и жертвенник. Они обычно украшаются изображениями Архангела Михаила и Гавриила. Второй ряд выше, над местным чином, называется Диисусный чин. От слова греческого «диисис», что означает «моление». В центре обязательно изображается Спас в силах, и попарно по обоим сторонам от него изображены Иоанн Претечий и Богоматерь, Архангел Михаил и Архангел Гавриил, Петр и Апостол Павел, Василий Великий и Иоанн Златоуст. Они всегда изображаются в молитвенном обращении ко Христу. Они молят Его о прощении грехов человеческих. И эти иконы, надо сказать, можно сразу узнать, если вдруг вы увидели их где-то в экспозиции выставки или где-то в другом месте, потому что иконы Диисусного чина, они крупные. Вообще любые храмовые иконы, они достаточно большого размера. И самое главное, что из Диисусного чина святые изображены всегда в полуоборота в молитвенном обращении ко Христу. Выше третий ряд, он называется праздничный чин. И он составляется из икон двунадесятых праздников. Это события, связанные с жизнью Богоматери и Иисуса Христа. Еще высший ряд называется пророческий чин, где мы можем встретить одиночное изображение ветхозаветных пророков. И самый верхний чин называется праотеческий. Это Адам, Ева, Авель и так далее. Единственное, в зависимости от размера церкви, иконостас может быть чуть более в сокращенном таком виде, когда мы не увидим, допустим, праотеческий чин. Но, как правило, местный чин, Диисусный чин и праздничный чин обязательно выстраиваются. И все это увенчается иконой с изображением распятого Христа. И еще раз повторюсь, это преграда, символизирующая границу божественного и земного, мира и воплощает с собой идею вот этого предстояния всего божественного мира перед человеком. Вот здесь вот я показывала схему, а также могу показать еще интерьер церкви, где мы можем видеть вот воплощение вот этого иконостаса, высокого иконостаса, и как он торжественно и величественно выглядит внутри и в пространстве этого храма. Надо сказать, что именно в период первых побед над татаро-монголами начинает развиваться творчество самого, наверное, любимого и замечательного всеми мастера, художника, иконописца Андрея Рублева. Андрей Рублев упоминается в летописях, и упоминается он чернецом, то есть монахом. Это говорит о том, что он был воцерковленным человеком, вероятно, он принял монашество в Троице-Серговской лавре, и творчество его развивалось вот в период вот этого невероятного духовного подъема и веры в окончательное освобождение от татаро-монгольского ига. Очень большую роль, видимо, в становлении творчества Андрея Рублева сыграло его общение с Феофаном Греком, тем более, что они вместе расписывали Благовещенский собор в Москве. Но надо сказать, что Андрей Рублев представляет собой художника глубоко национального, самобытного, и исследователи даже сознательно противопоставляют творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. Помните, мы говорили с вами о Феофане Греке, что он представляет собой образец творчества серофимического, пламенного, огненного. В его образах мы всегда наблюдали вот это ощущение сверхчеловеческих качеств, вот эта страстность невероятная, божественное напряжение. Образы Андрея Рублева совершенно другие. Мы могли бы тогда руководствоваться вот таким разделением, сказать о том, что это херувимические черты. Херувимы, высшие существа, представляют собой стихию воздуха. И образы Андрея Рублева, они гармоничные. Он никогда не использует вот эти яркие пробила или движки, которые очень часто применял Феофан Грек и в росписях, и в иконописи. Он всегда делает очень мягкие, такие плавные переходы, и поэтому его образы возвышенные, гармоничные, вызывающие ощущение такого покоя и гармонии. Совершенно доподлинно известно, что он работал вместе с Феофаном Греком над росписью и иконостасом Благовещенского собора в Москве, а также Успенского собора во Владимире. И вот до наших дней дошел Диисусный чин, где мы как раз можем видеть образы, созданные этим замечательным иконописцем. В центре «Спас в силах» по обоим сторонам Богоматери Иоанн Притечи, Архангел Михаил и Архангел Гавриил. Они стоят в молитвенном предстоянии перед Христом. Образы их возвышенные, величественные. В них столько духовной наполненности. Но, конечно, интересно наблюдать и редкие такие сохранившиеся до нас фрагменты росписей Андрея Рублева. Вот в Успенском соборе во Владимире мы имеем возможность видеть сюжет страшного суда. В общем, я однажды уже говорила, что здесь у нас на Руси эта сцена всегда решалась совершенно в ином ключе, нежели бы это могли мы видеть в западноевропейском искусстве. Страшный суд, он внушает ощущение страха перед возмездием Бога. Тот страшный суд, который создает Андрей Рублев, он исполнен невероятного величия, торжества справедливости, но никак не страха. Но, конечно, поистине, настоящим шедевром иконописи XV века в исполнении Андрея Рублева является его знаменитая Троица. И вот очень, конечно, интересно сравнивать, как эта иконография решается разными иконописцами. Вот для начала я вам показываю Троицу, которую создал новгородский мастер XV века. Это история ветхозаветная, она отсылает к нам, нас к образам Авраама и Сары. Авраам встретил трех путников, незнакомцев, и пригласил их к себе домой, повелел Саре угостить, накрыть на стол, и даже повелел заколоть Агонса, чтобы угостить путников. И вот эта вот сцена, как бы жертвоприношения, она же намекает на будущую жертву, которую совершит Бог Отец, отдав своего сына в жертву на землю, чтобы он погиб, и своей кровью искупил грехи человеческие. Эта ветхозаветная Троица в исполнении новгородского мастера, она намекает вот на эту идею жертвы. Поэтому он использует, заметьте, в основном киноварь. Это красный цвет, который как раз символизирует кровь, пролитую жертву. И надо сказать, что несмотря на то, что любой средневековый мастер, он находится в рамках канона, правила, поистине гениальный мастер, он может сделать ровно те акценты, создать новую иконографию. И вот обратите внимание, что в иконе Троицы Андрея Рублева вот эта ветхозаветная история, она уходит. Мы уже не видим ни Авраама, ни Сару. Мы видим трех ангелов. Это образ Бога Отца, Сына и Святого Духа. Они суть единства, неразделимые. И очень интересно наблюдать, как Андрей Рублев именно художественно оформляет и дает нам понимание вот этого значения Троицы. Они суть единства, неделимые, неразделимые. И если мы проведем такую небольшую линию по головам этих ангелов, мы обратим внимание, что они вписаны в арку. И вот это ощущение их единства выражено вот именно через вот эту композицию. Также мы можем обратить внимание, что два боговых ангела, которые сидят, и они вот своими фигурами образуют своего рода чашу. И если мы посмотрим на стол, вокруг которого выседают эти три ангела, мы также увидим чашу. Что это за чаша? Это чаша жертвенной, жертвенной крови, которую впоследствии прольет Иисус Христос. И если в новгородской иконе мы видели такой богатый, накрытый стол, то Андрей Рублев оставляет вот эту единственную чашу. И вот как Павло Волково в своих рассуждениях по поводу этого произведения говорила, он делает легкую неправильность этой чаши, вот какую-то асимметрию придает. И об этой чаше нельзя сказать, что это чашка. Вот хочется произнести вот это слово «чаша». Все исполнено невероятного величия и торжественности. Так вот, когда мы посмотрим на фигуры двух боковых ангелов, мы поймем, что они своими фигурами образуют чашу. Кто же внутри этой чаши? Конечно же, Бог – Сын. Потому что именно Он был отдан Богом в жертву во имя искупления грехов человеческих. И очень важно обратить внимание, как Андрей Рублев очень продуманно использует и цветовое решение. На Иисусе Христе мы видим одежду двух цветов. Это киноварь или цвет крови и земли, а также голубец. И это говорит о двойственности Христа. Он был Бога-человека. Справа мы видим ангела, который одет в зеленые одежды. И это цвет творения. Это тварный цвет. Это Бог-отец. Кстати, по поводу цвета в иконе, о символике цвета в иконе писал Максимилиан Волошин. И можно как раз почитать вот эту его статью, где он подробно рассматривает и рассуждает, в частности, о цвете в иконе. А вот слева мы видим ангела в таких призрачных одеждах. И это, безусловно, Святой Дух. И вот, конечно, удивительно, как он, прежде всего, через художественную форму доносит до нас глубинный смысл этого образа Троицы. Также замечательное цветовое решение. Заметьте, он отказывается от цвета крови, от цвета жертвы. Здесь преобладают такие золотистые цвета и голубец. Голубец у каждого из ангелов. Цвет духовной чистоты, божественной красоты. И вызывает эта цветовая гамма самые разнообразные ассоциации. Ну, например, это пшеничные поля и васильки. И в этом Андрей Рублев поистине русский художник. И он вызывает отклик в душе любого русского человека. Также, надо сказать, сравнительно недавно, то есть это где-то в начале 20 века, были обнаружены еще три иконы, которые исследователи приписывают Андрею Рублеву. Это так называемый Звенигородский чин. Это диисусный чин, но сохранились, к сожалению, не все иконы этого чина. Это образ Паса, а также образ Архангела Михаила и апостола Павла. Но, конечно, самым удивительным и притягательным является образ Паса. Икона, надо сказать, слегка повреждена, но это нам не мешает совершенно воспринимать образ этого Бога, милосердного Бога. Удивительно, что он приобрел в исполнении Андрея Рублева совершенно славянские черты. Такая крепкая, широкая шея, русые волосы. И вот этот взор, который вглядывается в нас, это поистине милосердный образ Бога, которому хочется поведать все свои грехи, и его облик сулит надежду на прощение. Это не единственный художник, который работал в период возвышения города Москвы и представляет собой вот именно Московскую школу иконописи. Впереди у нас еще будет разговор о замечательном иконописце Дионисии. Но прежде чем мы перейдем к его творчеству, я также хотела вам показать те примеры архитектурного строительства, которые начинают появляться в период поистине уже возвышения Москвы, возвышения и централизации русского государства. В Москве отстраивается целиком и полностью соборная площадь. Она, конечно, строилась еще и в прежние времена, но, к сожалению, многочисленные пожары некоторые памятники до наших дней не сохранили. И поэтому именно сейчас уже в рамках вот этого периода централизации русского государства мы можем рассмотреть все основные постройки главной площади города Москвы это соборной площади. Для строительства этих церквей были приглашены итальянские мастера. Но в строительстве соборной площади была заложена определенная идея построить храмы, которые бы были обращены к тем постройкам, которые появлялись и развивались еще в период до монгольской поры. И тут, конечно же, можно безусловно обратить внимание на величественный и прекрасный храм Успенский, который строили как раз итальянские мастера. И облик этого храма свидетельствует о том, что они ориентировались на архитектуру Владимира Суздальского княжества. Ну, по крайней мере, мы можем видеть здесь вот эти закругления закомар, аркатурно-колончатый пояс, который очень был характерен для этой традиции. Еще один собор, который появляется здесь, на этой площади, это Архангельский собор. Тоже строили итальянские архитекторы. И вот этот храм, он в большей степени проявил в своем облике черты итальянской архитектуры. Ну, вот такие интересные детали, как, например, антаблемент, такой сплошной лентой членит фасад на два уровня, пилястры классические в коринфском стиле. Поистине, этот храм напоминает нам образ итальянского дворца, палаццо. Впоследствии этот храм стал усыпальницей. Также очень примечателен и поистине воплощает древнерусские традиции Благовещенский собор. Правда, к сожалению, он не сохранился в том первозданном облике, но сегодня его можно видеть, строили его, надо сказать, псковские архитекторы, и он стал таким вот княжеским храмом, где, видимо, сами князья их приближенные отстаивали службы. Ну и наконец, горновитая палата, тоже еще очень интересный архитектурный объект на территории соборной площади, тоже возводили итальянские архитекторы, и, надо сказать, те же черты итальянской архитектуры здесь тоже можно усмотреть. Но любопытно, что это образец такой редкой светской архитектуры, а не культовой. Ну и, наконец, столб Ивана Великого. Вообще, возвышение Москвы, ее настоящий расцвет приходится на период правления Ивана Третьего. Именно в честь него был и при нем возведен вот этот замечательный памятник колокольня, откуда, видимо, произносились какие-то указы, объявлялись события, видимо, там собирались люди вокруг, и это поистине был центр такой притяжения народных масс. Что касается XVI века, то в Москве в архитектурной традиции начинают проявляться уже совершенно новые черты. И вот здесь на экране я вашему вниманию показываю церковь в селе Дьякове под Москвой. Нужно обратить внимание, что мы видим уже вполне узнаваемые такие элементы, как окошники, которые выстраиваются ряд и приподнимают барабан. Но надо сказать, что церкви Москвы XVI века они все больше и больше тяготеют в вертикальном направлении. И постепенно в Москве появляются храмы, которые уже завершаются шатровым перекрытием. Вот церковь Вознесения в селе Коломенском это такой первый пример шатровой архитектуры. Шатер это такое пирамидальное завершение храма многоскатной очень крутой крыши. И все абсолютно элементы этого храма они подчеркивают вертикальность устремления. Сам этот храм был построен в честь рождения будущего Ивана Грозного. И что интересно, внутри росписи нет. И если мы посмотрим на него в целом, культовый смысл этой церкви не выявлен. И это уже какой-то признак, который говорит о появившейся тенденции, которая свидетельствует о постепенном обмерщении религиозного сознания. Это скорее горделивый монумент, памятник, который был поставлен в честь этого триумфа русского государства, великодержавного, мощного, но никак не храм. И вот как раз в тех же традициях уже новых был выстроен и самый знаменитый храм Москвы. Это собор Покрова Нарву или храм Василия Блаженного. Он был возведен при Иване Грозном и поставлен он был в честь взятия Казанского ханства. Это последняя победа, которая поставила точку уже окончательную в освобождении государства русского от татар-монгольского ига, потому что Казанское ханство это последние остатки Золотой Орды. Строили наши мастера Барма и постник Яковлев. И если вы внимательно посмотрите на этот храм, он тоже представляет собой уже такой пример храма, в котором культовые черты практически не выявлены. Для начала хотелось бы сказать о Василии Блаженом, потому что он получил это имя не случайно. В Москве был известен Юродивый. Юродивые по-нашему они как немножко ненормальные, сумасшедшие, но все их поступки они богоугодные. И Василий Блаженный тоже вел себя достаточно странно, но в этом был определенный смысл. Известно, что он целовал стены домов грешников и кидал камни в дома, где жили добрые люди. Считается, что он был прозорливым, у него были видения, и он возле домов грешников видел плачущих ангелов, а возле домов добрых людей, бесов и демонов, которые старались искусить добрых людей. И вот известно, что он собирал подаяния, но не тратил его, и вот эти, видимо, его собранные деньги пошли в том числе на строительство вот этого храма. Надо сказать, что этот храм несет в себе черты и деревянного зодчества. Вот эта тенденция стремления возродить какие-то исконные традиции прошлого, они обернулись тем, что иногда каменный храм начинает воспроизводить какие-то элементы и приемы деревянного зодчества. Но если мы посмотрим на луковичные завершения этого храма, его многокрасочность, единственное, здесь надо отметить, что построили его изначально из красного и белого кирпича, он был красно-белый, и только в 17, ну уже в 18 веке его покрасили вот в такие разные цвета. Там также нет росписи внутри, и там никогда службы не проходили. Поэтому, конечно, мы также можем сказать об этом храме, что он не только храм, сколько памятник в честь этого знаменательного события. И вот эта его многосоставность такая, она тоже выражает скорее не христианскую какую-то идею, а практически языческую, потому что в этом храме выражена идея какого-то такого произрастания, что ли, земного произрастания. И надо сказать, что даже если делались какие-то попытки строить храмы традиционные, как это было-то в прежние времена, вот эта вот тяга к такой многосоставности храма, украшения его разными элементами приводила к тому, что вот тот ясность такая, простота, которая была присуща до монгольской архитектуры, она уже, конечно, уходит в прошлое. И вот именно в период поистине возвышения московского искусства начинает развиваться творчество еще одного замечательного иконописца, которого мы можем смело ставить в ряд и с Феофаном греком, и Андреем Рублевым, это творчество Дионисия. Единственное, здесь нужно отметить, что Дионисий, в отличие от Андрея Рублева, он не был воцерковленным, он был человеком светским, он был мастером, художником великокняжеским, который занимался росписью церквей, написанием икон, он работал вместе со своими сыновьями, и, конечно, настоящее чудо, что до наших дней сохранилась церковь, которая была полностью расписана этим замечательным мастером. Это собор Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Но вот если мы посмотрим на саму церковь, то сразу мы можем сориентироваться и понять, что этот храм относится именно к этому времени, потому что бросаются в глаза и кокошники, вот эти элементы, которые характерны для архитектуры этого времени, и шатровые завершения, но внутри росписи не совсем обычные, это подлинные росписи, и это целый комплекс замечательных изображений, которые полностью посвящены Богородице. Это такой редкий пример, когда весь комплекс изображений связан с одним образом, Богородице. Манера Дионисия, она особенная. Живопись словно бы акварельная, это прозрачные цвета, образы легкие, как будто парящие в воздухе, все исполнено невероятного такого торжества, величия. С творчеством Дионисия мы можем связать вот такой поистине последний взлет иконописной традиции, живописной, потому что последует затем упадок, когда формальное решение, эстетика, красота, она уже будет стоять на первом месте, и вот это духовное наполнение, вот это величие образов, которые демонстрировал нам в частности Андрей Рублев, Феофан Грек и в том числе Дионисий, это уже уйдет из искусства. Также, продолжая разговор о творчестве Дионисия, я хотела бы показать иконы в исполнении этого мастера, и, конечно, самой замечательной иконой этого иконописца является его икона распятия. Надо сказать, что я очень часто ее показываю студентам, когда мы говорим об эпохе возрождения. Почему? Потому что эта икона средневековая, она воплощает вот эту идею живого Бога. Обратите внимание, что в иконе Дионисий придает фигуре Христа исообразные изгибы. И в этом выражена главная идея. Несмотря на то, что он на кресте, он распят, он умер на кресте, здесь выражена идея победы жизни над смертью. Он живой, поистине живой. А вот как раз в эпоху возрождения впервые появляется изображение по-настоящему мертвого Бога. Это обусловлено целым рядом исторических и каких-то социальных изменений, повлиявших на искусство. Но вот любая средневековая икона, она всегда изображает вот эту идею победы жизни над смертью. Но надо сказать, что вот этот образ Христа, который создает в этой иконе Дионисий, он опять же вызывает какие-то субъективные такие ассоциации. Вот этот изгиб, он несколько причудливо выглядит. Возможно, он увидел этот образ распятого Христа через пылающую огонь свечи, потому что огонь уже дает, такой преломлили. Или, может быть, он увидел этот образ через призму слезы, которая накатилась ему на глаза. То есть образ совершенно удивительный. И это опять же говорит о том, что поистине талантливый художник даже в иконе он может выразить вот это свое особое мировоззрение, свой особый взгляд, особую манеру. Также я могу вам показать икону Адигитрия, Богоматери Адигитрия в исполнении Дионисия. Мы с вами уже видели, рассматривали Богоматери Уран, то, что значит защитница, молитвенница, умиление, в котором выражен образ матери и любви матери к сыну. Образ Богоматери Адигитрия это образ величественный, торжественный. Адигитрия переводится с греческого как путеводительница. И образ этот исполнен торжества, величия Богородицы. Также надо сказать, что в период централизации русского государства возникает такая тенденция, когда церковь начинает отслеживать все художественные процессы, контролировать иконописцев, потому что они боялись, что художники будут нарушать правила, иконографию. И это действительно раньше происходило. И вот наступил тот момент, когда на 100-главом соборе 1551 года было принято осуществлять строгий назор за иконописцами, чтобы они строго следовали подлинникам, старинам образцам. Конечно, это обернулось тем, что художники оказывались скованными, они не могли уже проявлять свое творческое начало в иконописи. Ну и надо сказать, что именно в это время появляются иконы, которые даже трудно уже назвать таковыми. Вот, например, икона, которая называется «Воинство небесное и земное». Эта икона была написана в честь взятия Казанского ханства, и в то же время она символизировала победу христианства над иноверцами. Но она представляет собой такой историко-эпический жанр победы, воинства русского, и церкви над Казанским ханством. Появляется множество фигур, мелкие детали, и вот того величия, опять же, о котором я говорила, присущее прежним традициям иконописи, они уже уходят. Ну и последний этап средневекового искусства, древнерусского искусства, это XVII век. Ну мы в свою очередь конечно понимаем, что в Западной Европе в XVII веке уже развивалась гениальное творчество Рембрандта, Веласкеса, да, на Руси средневековье продлилось вплоть до XVII века, но в то же время уже на данном этапе мы можем проследить появление тяготения к светскому искусству. Действительно, именно в XVII веке заканчивается то время, когда церковь влияла, она играла такую определяющую роль в искусстве. Ну дело в том, что на этот период приходится, ну как известно, после смерти Ивана Грозного период длительной смуты, иностранной интервенции, и поэтому искусство начинает по-настоящему развиваться только в XX-х годах XVII века. Нужно сказать, что в культовой архитектуре XVII века каких-то новшеств мы не обнаруживаем. Единственное, надо сказать, очень активно уже в этот период развивается гражданская архитектура. И вот как раз здесь очень много интересного. Примером может послужить тюремный дворец Московского Кремля. Мы видим такое очень причудливое живописное здание, исполненное и цвета, и мелких разных деталей. То есть вот эта тяга к многокрасочности, детализации будет характерной чертой архитектуры XVII века. Также именно от XVII века до нас дошли культовые постройки, выстроенные из дерева. Ну, это вот как раз самые, наверное, ранние памятники деревянного зодчества. И это говорит о том, что наши мастера, древоделы, они обладали высочайшим мастерством. И вот здесь вашему вниманию я могу как пример показать церковь преображения Господней в Кижах. Замечательный памятник деревянного зодчества относится как раз к этому времени. Говоря о культовой архитектуре, надо заметить, что в XVII веке появляется такая тенденция, это стремление к возрождению прежних традиций. И в середине XVII века патриарх Никон осуществляет целый ряд реформ, которые были связаны с попыткой унифицировать обряды с греческими. И это, конечно, как известно, приводит впоследствии к расколу церкви. Это примерно то же явление, которое мы могли наблюдать в Западной Европе, когда церковь католическая разделилась на протестантскую веру и католическую. появляется целое направление старой веры, в которой не приняли вот эти новые реформы. И, конечно же, было очень много тех, кто приняли эти новые реформы. И вот патриарх Никон как раз был инициатором строительства храма Ново-Иерусалимского монастыря, где он попытался возвести храм по образу и подобию храма Гроба Господня. Ну, как бы там ни было, эта попытка не увенчалась большим успехом, потому что все равно, глядя на это храм, где очень много мелких деталей, говорит о том, что архитектура не вышла за пределы вот той тенденции, которая наметилась в архитектуре XVII века. Ну, как я уже говорила, наиболее интересные какие-то постройки, они осуществлялись в гражданском зодчестве. Вот вашему вниманию я здесь представляю трапезную троицу Сергиевской Лавры. Она очень роскошное, величественное такое здание, и надо сказать, что она где-то предвосхищает парадные такие дворцы будущего XVIII века. Ну, уже к концу XVII века в архитектуре русской намечается новый стиль, который исследователи называют Нарышкинское барокко. Оно связывается с именем Нарышкиных, которые в основном возводили такого рода храмы. Конечно, это архитектура, которая не представляет собой пример западноевропейского барокко, поэтому и называется Московская или Нарышкинская барокко. Но это храмы уже действительно ориентированы на традиции западноевропейской архитектуры, хотя не в полной мере. Потому что если мы даже посмотрим на проект, план церкви Покрова в Филях, то увидим, что она имеет очень сложную много-лепестковую форму в плане. Также украшена очень богато такими нарядными гребешками белого цвета, которые представляют собой ажурное кружево, которое украшает этот храм и придает ему невероятную праздничность. Но следующий храм, который я вам показываю сейчас на экране, это церковь Знамения в Дубовицах. Это уже пример храма, который полностью порывает традиции с древнерусской архитектурой. Там уже присутствует скульптура, отсутствуют культовые росписи. Это, конечно, свидетельствует о том, что Русь стала втягиваться в общий европейский процесс, сюда проникают вот эти новые традиции западноевропейские в искусстве. И, конечно, может быть, есть такое представление, что все это происходит с приходом к власти Петра I, который осуществляет целый ряд реформ в этом направлении. Ну, нет, эти тенденции возникли и раньше. Другое дело, что он их еще больше ускорил и совершил такой очень мощный рывок, что впоследствии приведет к тому, что Русь, Россия синхронизируется с Западной Европой в области искусства. Если там будет возникать классицизм, у нас будет возникать классицизм, там романтизм, у нас романтизм. То есть возникнет вот эта абсолютная синхронизация западноевропейской традиции. Если говорить об изобразительном искусстве XVII века, то здесь продолжает развиваться иконописная традиция, но появляются новые школы. Вот одна из таких школ, Строгановская, она получила название по имени богача Строганова. В этой школе работали многие известные мастера. Это и Никита, Назарий, Федора истома Савины, Прокопий Черин. Здесь вот вашему вниманию я как раз хочу показать иконы Прокопия Черина, которые наглядно показывают уже совершенно новый этап развития иконописной традиции. Иконы, они небольшого размера, но они сделаны как миниатюры. Очень тонко проработанные детали, надо сказать, очень роскошно, изящно, выполнены. Но если мы посмотрим на самих героев, которые предстают перед нами на этих иконах, вот как, например, здесь святой Никита, у него такие тоненькие ножки подгибающиеся, то есть образ теряет ту величественность, ту духовную наполненность, которая была присуща предшествующему периоду. Это скорее миниатюры, роскошные, прекрасно исполненные, но уже мало имеющие общего с иконописной традицией. Ну и, конечно же, говоря об иконописи 17 века, нельзя не сказать о Симоне Ушакове. Дело в том, что очень большую роль в искусстве 17 века начинает играть оружейная палата. Это такое место, куда набирали большое количество мастеров, которые занимались и строительством, и оформлением интерьеров, и церквей, уже, видимо, светских сооружений. Также они занимались там иконописанием. И вот Симон Ушаков иконописец такой размышляющий. Он до наших дней сохранилось его вот это наставление иконописцам, в которых он сравнивает искусство с зеркалом. И это очень важно. Это уже какое-то совершенно новое мышление, потому что он призывал иконописцев стремиться к правдоподобию. И вот, ну, такой факт свершившийся, мы можем назвать, да, он впервые пишет лик Христа в иконе Спас Нерукотворный при помощи светотеневой моделировки. Ну, вот мыслимо ли мы это вот для предшествующей традиции? Это лик Бога, Божества, откуда, какая там может быть светотеневая моделировка? Но он уже тяготеет вот к правдоподобию, и поэтому старается решать вот этот образ вот этими средствами, этими приемами светотеневой моделировки. Это первое изображение Нерукотворного Христа, вот связанное с этой легендой. Спас на убрусе, на платье, которым он отер свое лицо, и на нем отобразился чудесным образом его лик. Даже мы посмотрим, если на икону Троицы в исполнении Симона Ушакова, мы также заметим очень большие перемены. Мы, конечно же, помним Троицу Андрея Рублева, и вот если посмотрим на эту, то увидим, что ангелы решены уже несколько иначе, стол накрыт более богато, а на заднем плане мы даже можем обнаружить архитектуру, такую написанную на западноевропейский манер, с классическим ордером, с арками, то есть, конечно, изящество и мастерство исполнения сохраняется, но вот тут духовное содержание, которое было присуще иконописцев прежнего периода, здесь уже утрачивается. Если говорить о изобразительном искусстве, то примером фресковой росписи XVII века может послужить церковь Ильи Пророка в Ярославле. Это церковь тоже этого времени, и если заглянуть внутрь этой церкви, то мы там увидим росписи, в которых преобладают светские какие-то темы, где художник очень увлекательно, с большим интересом изображает какие-то бытовые сцены, сборы урожая, также очень увлекается изображением архитектурных деталей на западноевропейский манер, очень увлекается пейзажным пространством, ведь здесь очень важно помнить, что средневековая живопись, она предполагает изображение пространства божественного, а здесь уже очень много деталей, взятых из жизни, из реальности, и вот это стремление к действительности, правдивому изображению реальности, даже в контексте культового сооружения, это вот характерная черта 17 века, которая уже свидетельствует о вот этих новом, новой тенденции, тяготение к светскому искусству, а не культовому. Ну и, наконец, таким ярким примером вот этих новых традиций в искусстве 17 века является появление парсуны. Парсуны – это изображение персоны, это портрет, но он исполнен в иконописной манере, ну то, что характерно для иконописи, это такая условность пространства, можно сказать, двумерность, стремление к такому выявлению орнамента на одежде, ну такое достаточно плоскостное изображение, но самое главное это портрет уже, и это, конечно же, вот говорит о интересе художника к действительности, к реальности, и впоследствии уже в 18 веке после таких очень, надо сказать, мощных реформ Петра I, искусство уже полностью станет светским и будет развиваться в традициях западноевропейского искусства. И вот в связи с этим я приглашаю вас на следующую лекцию, которая у нас будет посвящена искусству русскому 18 века. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова